Просроченная задолженность жителей республики за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов составила 173 миллиона рублей. Об этом заявил министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов. Из них 170 миллионов недополучило спецавтохозяйство Уфы. Средний уровень собираемости платы за вывоз ТКО в городе составляет 91%. Ранее у предприятия образовалась задолженность перед подрядчиками на полмиллиарда рублей. По словам экспертов, в случае, если долги превысили 12-ю часть выручки рекоператора, он может лишиться своего статуса. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров поставил задачу решить проблему с неустойчивым финансовым положением компании до конца года. Поэтому до конца года нам не только надо решить с рекоператорами, которые останутся работать, но ведь те, которые останутся, у них не должно быть таких нестабильных финансовых ситуаций. Либо рекоператора менять надо, либо руководителя менять надо, либо форму собственности надо менять, либо что-то так просто наблюдать за тем, как мы двигаемся вниз нельзя. Достаточно было времени для всяких экспериментов. В прошлом году жители республики произвели 1 миллион 300 тысяч отходов. 44% из них отсортировали, 5,5% утилизировали, оставшуюся часть захоронили. В Минэкологии отметили, что на сегодняшний день республика не может обеспечить сплошную сортировку отходов в связи с износом оборудования. Отсутствие сплошной сортировки обусловлено дисбалансом мощностей, износом оборудования и отложенным началом эксплуатации построенных объектов. Так могу сказать, что основные объекты расположены в центре и на западе республики, при этом на севере и в заурале объектов недостаточно. Андрей Назаров поручил Министерству природопользования совместно с региональными операторами и инвесторами проработать вопрос строительства объектов, переработки и сортировки мусора.